Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Я Роман Карасев, и сегодня гость нашего эфира у Али Куржев. Чемпион Европы по борьбе с самбо 2023 года. Поздравляем, во-первых, тебя с чемпионским титулом. Ты уже имеешь в своем арсенале большое количество медалей. В том числе, я уже посмотрел, и ты трехкратный чемпион мира по самбо. Четырехкратный, смотрите, я плохо смотрю. Значит, и получается, давай поправь меня, это какая медаль с чемпионата Европы? Это вторая медаль с чемпионат Европы, так как я борюсь трех раз с чемпионат Европы. Скажи, пожалуйста, Али, ну, столько медалей, интересно продолжать? Да, конечно, если честно, мне все это нравится. Я думаю, что я нашел себя в этой жизни, поэтому мотивации даже больше, чем. Из года в год, понятно, что ты уже выступаешь не первый год в самбо, тебя уже узнают. Становится тяжелее бороться или становится, наоборот, легче бороться? Нет, ни для кого не секрет, что с возрастом бороться тяжелее. Не потому, что в физическом плане где-то тяжело или в техническом. Все дело, на самом деле, именно в голове, потому что чем бы человек ни занимался, со временем все равно все приедается. Плюс подрастает молодое поколение, которое изучает, готовится и где-то, может быть, в каких-то аспектах они сильнее. Понятно, что есть опыт за 28 лет спорта, я думаю, который накопил. Вот, все дело, на самом деле, в голове, в физическом плане, в техническом все хорошо. Вот, и главное, мотивация. Если будет мотивация, будет и желание, но с каждым годом все равно тяжелее. Как ты поддерживаешь свое тело в рабочем состоянии? Имеется это понятно, что есть тренировки, но мы все знаем, что большой спорт – это достаточно большие нагрузки. Как твои такие реабилитационные, какие ты проводишь, рекреационные мероприятия для своего тела? Потому что, как ты уже сказал, и возраст все-таки дает это уже знать о себе. Какие ты проводишь такие мероприятия? Ну, вот, хороший вопрос. Как раз вот по тому году, по прошлому, где на чемпионате Россия стал пятым, после чего была такая, знаете, небольшая апатия, вот, какая-то депрессия. Где-то я хотел уже закончить с выступлениями. Но оказалось, что сдал анализ крови на гормоны, и оказалось, что ГСПГ, такой гормон, который как раз и приводит к этому, очень сильно повышен. И это на фоне перетренированности, усталости, и вот, как бы, о себе дали вот эти моменты знать. Из-за него как плохое восстановление. Поэтому сейчас я полностью перешел на питание, на правильное, которое, в принципе, позволяет мне не гонять вес. Я, в принципе, придерживаю килограмм-полтора. Плюс восстановительные процедуры, однозначно, это массажи, бани, плюс работа со специалистами. Вот, сейчас планирую также начать работу по физическим каким-то планам, то есть по закачке, по правильной закачке. Вот, и на самом деле, в моем возрасте все это очень нужно. Конкуренция на этом чемпионате. Насколько ты можешь оценить, допустим, по десятибалльной системе в плане технического мастерства, физического, физической подготовки и вообще, ну, в твоем, именно, в твоей весовой категории? Состав был неплохой, в принципе, и по, именно по всем весовым категориям, наверное, самая большая часть у нас была весельна. Вот, были ребята хорошие, это вот, как раз в финале, с кем я боролся, Болгарин, он, в принципе, последние три года везде в призах. Вот, парень хорошо добавляет, я так свежу все равно за всеми соперниками, изучаю их. Вот, и, в принципе, конечно, у меня было представителя Беларуси, боролся другой парень, молодой, видимо, они уже накатывают. Там вот есть соперник, Александр Кокшин, с которым я частенько встречался, такой неплохой парень, вот, но я смотрю, смена поколения идет, где-то, может быть, ребята еще не имеют такого опыта, как у ребят, которые давно выступают, вот, но в техническом плане неплохие ребята, но все-таки опыт делает разницу. Субтитры создавал DimaTorzok